Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в Ульяновск приехал актер театра и кино Александр Мартынов, широко известный по роли Валентина Будейко в сериале «Универ». Он проведет мастер-класс для блогеров и резидентов продюсерского центра «Инсайт Люди» и согласился ответить на несколько наших вопросов. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Давайте с самого начала вашего творческого пути. Я знаю, что вы могли стать историком, даже поступили на исторический факультет, но так получилось, что впоследствии стали актером. Как так случилось? Вы свой актерский талант проявили уже в университете, получается? Нет, я же не поступил на самом деле. Да, я просто проходной балл не набрал, но я усиленно готовился, я любил историю и люблю, продолжаю изучать ее, углубляться. Да, я тогда не поступил. Занимался преподаванием в детском доме профилакторией с детишками. Ну, танцы, ритмопластика, вот такие дисциплины. И только после этого, спустя еще год, я поступил в театральный вуз. И это было первое высшее образование, а потом уже я в психологию еще завернул на пару лет. На это повлияло именно занятие с детьми, с особенностями. Как вообще сложно было с ними работать? Что дал вот этот опыт вам? Ну, это удивительный человеческий опыт, потому что ребята интересные, особенные в связи со своим семейным положением и отсутствием родителей. У них есть свои нестабильности в настроении, но они очень увлеченные, если получается их увлечь чем-то. То есть они прям могут быть преданы делу какому-то, но нестабильные в каком-то настроении. Ну, оно и понятно в их ситуации. Дети очень остро реагируют на какую-то нехватку чего-либо. Да, это вот первый мой опыт. Я, на самом деле, актером и не собирался быть в детстве. Потому что, да, я занимался в театральной студии. Мы сняли даже фильм «Окно в Париж». Это 93-й год, выпуск. Мы были в настоящем Париже тогда, в 92-м году. И в актере я как-то не особо... Студия была театрально-танцевальная. Я больше даже танцевал и не так много играл. Больше смотрел и наблюдал. То есть мне играть не особо давали. Я молчал. А потом, как говорится, «Великий немой заговорил». Это про Чарли Чаплина. Но я себя не с ним сравню, просто цитирую. Да, заговорил я уже в театральном вузе. Начал учиться. Владеть речевым аппаратом и играть, учиться играть. Ну, расскажите, как попали в сериал «Универ» и такая судьбоносная роль, которая вас сделала известным, знаменитым. Сложно было? Целенаправленно пошли на кастинг или это случайность было? Ну, это была случайность. Я оказался в Москве у друзей, и они шли на кастинг. А я просто с ними за компанию, ну, и тоже оставил видеознакомство. Раньше это было так. Просто на камеру говоришь, кто ты, что ты, где учился, где снимался, и контакты свои оставляешь. И вот спустя пять лет позвонили и позвали на эпизод. Сыграв эпизод. Наверное, уже забыли об этом, что проходили кастинг. И вот с тех пор, да, это новый этап карьеры случился. Это рост популярности, известности, но узнаваемости скорее. Но и сложности свои, которые влекут за собой, когда ты долго играешь одну роль. То есть в одном проекте застреваешь. Раньше я тоже так думал, что застрял. На самом деле, просто я ничего другого не делал в это время, а нужно было делать. Нужно было карьерой заниматься сразу же. Вот как только я попал в универ, утвердили, начались съемки, сразу же нужно делать шаги, что ты будешь делать потом. Ходить на фестивали, на премьеры. Но я об этом ничего не знал. И сидел на месте. И ждал, когда же меня будут звать в великое кино. Никаких звонков не было. Более того, вообще наступила тишина. Потому что меня перестали звать на эпизоды, думая, что я уже там, либо у меня корона на голове, либо ставка. Это после съемок первого сезона проекта? То есть он закончился, и был какой-то период у вас, именно когда они звонили? Да, да. Как же они справлялись? Ну, сложно. Это пережить сложно, потому что... Как же, ты же ждешь, что вот же она, слава. И вас стали узнавать на улицах? Ну, узнавать-то меня и раньше узнавали. Причем смешно узнавали. Я еще в 2002 году снялся в улицах разбитых фонарей. Там я сыграл даже на две серии бандита малолетнего. И у меня столько трупов на счету. И меня узнали прямо у подъезда однажды какие-то пацаны, которые, извините, справляли нужду на мой подъезд. И они мне, о, это ж ты! Забавно было, потому что ситуация не предвещала... Как бы они безобразничали. А вот, однако, узнали. Слава меня догнала у подъезда. То есть вы советуете, даже если слава пришла и уже популярный актер, искать какие-то новые проекты в разных сферах, да? Применять себя и в театре, и в каких-то телешоу. Это как в спорте. Да, ты сегодня победил, ты чемпион. Но все, завтра ты уже тренируешься к следующему чемпионату. Потому что там начинается все сначала. И как раз удержать чемпионство порой бывает сложнее, чем стать чемпионом. Сериал «Универт» такой, достаточно длительный проект. Это уже 13 мая, выходит новый сезон, 13 лет спустя. И как развились актеры, герои, вернее, за этот период? Как они выросли? И вложили ли вы часть своей души, личности в развитие персонажа? Ну, конечно, всегда персонаж пропускается через себя. То есть это же я играю другого персонажа. Моя психофизика в этом участвует. И да, я, оставаясь самим собой, становлюсь другим человеком. Это не я сказал. Это великие, могучие наши мастодонты театрального искусства. Конечно, персонажи развиваются. Слава богу. Потому что очень сложно играть неразвивающегося. И жанр ситкома, к сожалению, про это. То есть в ситкоме никто никуда не развивается. Одни и те же глупости персонажи делают из года в год. На одни и те же грабли наступают. Мы, наконец, вышли из этого жанра. Вот мы сняли 10 лет спустя. Сейчас 13 лет спустя вышло, выйдет. И, конечно, мы уже другие. Мы уже взрослые. И проблемы, и вопросы решаем уже взрослые и по-взрослому. Это, конечно, нам подарок и награда. Потому что, ура, мы, наконец-то, другие становимся. И это интересно играть. Мы с вами оба резиденты продюсерской студии «Инсайт Люди». Мне помогает это развиваться как блогеру. А вам что это дает? Почему вы, как успешный, популярный уже актер, решили вступить в студию к нам и развивать вместе? Что дает? Ну, «Инсайт Люди» дает мне массу ресурсов. Во-первых, конечно же, ну, я, да, как преподаватель стал себя проявлять. И востребовано, конечно, мой опыт востребован. И я с удовольствием делюсь. И сам в этом развиваюсь. Для меня это тоже важно. Это пиар, это связи, то есть фестивали для меня, как актеры, кинофестивали, премьеры. Благодаря «Инсайту» я везде есть. И у нас взаимовыгодное сотрудничество продолжается. Александр, я знаю, что вы сейчас работаете над модным спектаклем с помощью «Инсайт Люди» продюсерского центра. В чем заключается суть проекта и на какой стадии он сейчас? На стадии уже завершения, наконец, я год над ним работаю. Мы работаем вместе с Ксенией Юрьевной Кузнецовой. Это режиссер, педагог, сама актриса и еще и психолог. Это Шекспир. Шекспир, король лир. Просто один персонаж из этого произведения был мне всегда близок. Это Шут. У меня был даже монолог Шута. Я с ним показывался в театральный вуз. Я поступал еще 25 лет назад, и прям всегда со мной этот был Шут. И сейчас я как-то дорос до того, чтобы сделать полностью произведение. Это не в чистом виде иллюстрирования всего короля лира. Это фрагменты, но взятые какие-то шекспирские страсти и какие-то человеческие темы, которые у нас сейчас актуальны или неактуальны. Ну, в любом случае, это все про человека, про людей, про отношения, про любовь, про ненависть, про зависть, про гнев, про власть и так далее. Просто это некие рассуждения на тему вместе с текстами Шекспира и разное по форме. То есть это шекспирский театр, когда пустая сцена, и из ничего рождаются, смыслы рождаются. Это какие-то пластические какие-то элементы, элементы кукольного театра и так далее. То есть любой предмет берется, и он становится смысловой нагрузкой, плюс тексты. Вот что-то некое такое вот действо. Всех волнует вопрос личной жизни. Расскажите немного о вашей семье и как семья реагирует на то, что у вас часто и гастроли бывают, участвуют ли как-то ваши деятельности, помогает ли? Ну, помогают тем, что прикрывают мой тыл. Я уверен, что у меня дома все в порядке, что все хорошо. Дети накормлены, развезены по школам, садам. А так я этим занимаюсь, собственно, утром. В 7 утра подъем, в 7.30 я отвожу старшего на маршрутку, он едет в колледж. Дальше среднего везу в школу, дальше младшую в сад. И вот так у меня утро первые три часа проходит. Ну, завершая нашу беседу, поделитесь своим рецептом позитива, хорошего настроения для ульяновцев. Вы можете пожелать что-то хорошее нашим зрителям. Друзья, дорогие ульяновцы, я желаю вам счастливо прожить каждый ваш день, чтобы вы кайфанули. Даже если идет дождь и ветер вам дует в лицо, просто подышите этим ветром. Не знаю, просто остановитесь, подумайте, посмотрите, выдохните или вдохните, неважно. Я желаю вам, чтобы вы каждый день ощущали прям вот по-настоящему, именно сиюминутно и были в этом счастливы. Даже если какие-то неприятности случаются, это ваша жизнь, она неповторима, уникальна. И какой-то вам опыт, видимо, дает.